Ну и в завершение нашего выпуска обзор самых обсуждаемых событий в китайском интернете. Вой пожарной сирены среди городского шума не оставляет сомнений, где-то случилась беда. Правда, далеко не все водители считают своим долгом уступить дорогу спецавтомобилю. В Гуанчжоу, к счастью, осознают, что помощь может понадобиться каждому. Несмотря на час пик, спешащей по вызову бригаде удалось без проблем пробраться через городской центр. Машины и прохожие мгновенно раступились перед пожарными. Ситуация вызвала немалый резонанс в соцсетях. Самый популярный комментарий всегда бы так. В музейных залах запретного города включили новую подсветку. Долгое время самый обширный дворцовый комплекс мира отказывался от сложных осветительных систем, пытаясь представить внутренний покой в их первозданном виде. Из-за этого прогулки по музее превращались в проверку зрения, а разглядеть наследие древних эпох в полутьме способны далеко не все. Новая подсветка выполнена с помощью десятков прожекторов и светильников, установленных на фасадах и внутри музейных залов. Десятки мужчин в Чунг Циньи прошли через муки родов. Эксперимент организовали на научной выставке. К животам добровольцев прикрепили электроды, посылающие электрические разряды. Поначалу человек ощущает только незначительное покалывание, но с каждой минутой врач усиливает напряжение, и на последнем, 12-м уровне боль уже сопоставима с самыми сильными схватками. Ни один из смельчаков не смог вытерпеть уровень выше 9-го, а зато все как один отметили, что стали куда лучше понимать и заботиться о своих супругах.